Лариса Беспалова сопровождает пассажиров по маршруту Самара-Санкт-Петербург. Говорит, все работники железной дороги получили четкие инструкции, как вести себя, если кто-то из пассажиров болен. При малейшем недомогании он получит маску, будет переселен в отдельное купе, информацию о случившемся тут же получит начальник поезда, который на ближайшей станции передаст заболевшего в руки медиков. Но пока таких прецедентов у Ларисы в вагонах не было. Все спокойно, пассажиры видят, что мы работаем спокойно, в режиме, все нормально, мы убираемся, мы дезинфицируем вагон постоянно. Поэтому пассажиры спокойно за себя, а мы, соответственно, спокойно за них и за себя тоже. На железной дороге принимаются беспрецедентные меры дезинфекции. Перед каждым отправлением поезд тщательно моет команда из 15 человек. Норма помывки вагонов во время следования состава увеличена вдвое. Теперь проводники, которые снабжены масками, перчатками и дезинфицирующими средствами, обрабатывают вагоны четыре раза в сутки. Вагон обрабатывается как после рейсов, так и перед рейсом, непосредственно уже два раза. То есть с хлоросодержащими средствами, которые запатентованы и разрешены фугузом для применения на вагонах железных дорог. Кроме того, теперь в каждом вагоне есть так называемая эпитаптечка, в которой находится 100 масок. Если проводники обнаружат инфицированного, каждому пассажиру раздадут по маске. Виктория Шарая, События.